Артезианская пошла. Испорченные фильтры и вода цвета апельсинового сока. Такие фото выкладывают в соцсети жители села Первомайское. Вот я ее набрала буквально перед тем, как к вам идти. Вот аромат здесь уже просто как будто это вот с канализацией я набрала эту воду. Марина Щукина живет в единственном многоквартирном доме поселка. Говорит, вода одинаково дурно пахнет и подается с перебоями как в частных домах, так и в квартирах. Вода у нас вонючая, да безумие. У меня ребенок с утра умывается, он 10 раз перерогает, извиняюсь за выражение. А потом лишь только сможет горем пополам мыться. А помыться у нас вообще, он одевает снут, заворачивается в шарф и тогда лишь только моется. Люди говорят, долго добивались от районных властей, чтобы те сделали пробы воды на соответствие ее качеству. Роспотребнадзор экспертизу провел и объявил предостережение предприятию Первомайские коммунальные системы, которая обязана довести качество питьевой воды до нормативов. Проведен отбор проб питьевой воды из распределительной сети по адресу Алтайский край, Первомайский район, село Первомайское, микрорайон Комсомольский, дом 34, дробь 1 на микробиологические, органолептические и санитарно-химические показатели. Проба питьевой воды из распределительной сети по вышеуказанному адресу не соответствует требованиям по органолептическому показателю, мутность и санитарно-химическому показателю, марганец, общее железо. Директор коммунальной организации в свою очередь пояснил, что должные мероприятия по обслуживанию провели еще в начале марта. Когда были жалобы у нас, ну, с частных домовладений, то есть в селе, да, там была грязная вода, были такие моменты, то есть люди обращались, мы сброс сделали, систему промыли, все устатанилось. То, что касается МКДшных домов, ну, мы их, ну, то есть многоквартирных домов, мы их не обслуживаем. Мы подаем воду, а в каком состоянии у них находятся стояки, которые подают воду, мы не знаем, отвечать за них мы тоже не можем. Однако люди говорят, что после промывки качество и запах воды не изменились. Кстати, проб воды, подтверждающих, что действия коммунальщиков улучшили качество воды, ни жителям Первомайского, ни нам не предъявили. Вы же понимаете, что мы в рамках полномочий, по большому отчету телесовет, что вода – это совершенно разные структуры. Эти коммуникации уже не сегодня появились, и не вчера, а сегодня запах от воды. Ну, трубы старые, все мы это прекрасно понимаем. Оттуда, скорее всего, запах, застой, наверное, не слишком большой разбор воды, по всей видимости, идет в теле. Глава Первомайского района Юлия Фролова заверяет, что администрация района совместно с МУП все работы проводит своевременно. А запах из крана – это отчасти вина талых вод. Как только более-менее падут паводковые вот эти вот ситуации, наш МУП 100% будет промывать башни, 100% будет промывать систему водоснабжения. Вот только люди обращались с жалобами еще до разлива талых вод. А значит, паводок тут ни при чем. Кстати, еще 2 апреля мы направили официальный запрос в администрацию Первомайского района, чтобы нам обозначили сроки по устранению проблемы. Ответ в положенные по закону 7 дней мы не получили. Люди говорят, что с ними местная власть не контачит. Что ж, отправим повторный запрос в надежде, что на бедствующих людей обратят внимание. Мария Костолева, Владислав Ковалев, Дмитрий Денисов. День с толком.